Наполните каждую клетку тела энергией и остановите процессы старения и дряхления своего организма. Японский ученый Кацудзо Ниши раскрыл секрет, как это сделать. Ученый обрел невероятную известность в мире благодаря своей уникальной методике. Что пытается сделать человек, когда часы останавливаются? Первоначально он старается встряхнуть их, держа в руках. Иногда это приводит к тому, что механизм часов начинает работать как прежде. В половине случаев это помогает решить проблему, а в остальных нет. Подобное может произойти и с человеческим организмом. Попытка встряхивания больных и поврежденных тканей и стремление оживить их, используя комплекс физических упражнений, не всегда приводит к положительному результату, подчеркивает ученый. В своей книге Ниши раскрывает пользу умеренных физических нагрузок для человека, объясняя, почему они не всегда приводят к достижению нужного результата. Кроме того, он предлагает собственный уникальный подход к решению этой проблемы. Методика Ниши заменяет физические упражнения. Для этого нужно использовать ладони рук. Именно в них содержится особенная сила, которая помогает оздоровить тело и сохранить ясный ум до самой старости. Существует два способа, помогающие клеткам активно восстанавливаться, тем самым мозг функционирует в полном объеме, а процессы старения затормашиваются. Весь мир является движущейся энергией. Все живое постоянно двигается. То, что не находится в движении, просто-напросто мертво. Вибрация. Это истинное движение энергии. Она бывает нескольких видов. Существует энергия света, тепла, а также электричества. Но самое главное, существует энергия жизни, которая разлита по всему миру. В Китае она носит название Ци, а в Японии Ки. У всех разновидностей энергии имеется много общего. Они излучают определенные вибрации. Ниши обнародовал, что именно энергия Ки производит целительные вибрации. Проникая в клетки организма, она оживляет и наполняет их жизненной силой. Когда вибрация отсутствует в одной из клеток, то в ней происходят застойные явления. В результате наш организм не получает нужного питания и не способен избавиться от отходов жизнедеятельности. Если энергия в клетке отсутствует, она просто отмирает. Если разрушительный процесс затрагивает большое количество клеток, то разрушаться начинают уже ткани и органы. Человек стареет намного быстрее, чем это было задумано природой. Ниши в своей книге говорит, что устранить застой в клетках и добиться их вибраций можно двумя способами. Первый – физические упражнения. Благодаря ним можно оживить застой не только в клетках, но и в конкретном органе. Однако при выполнении упражнений происходит работа не со всем организмом. Задействованными оказываются только поверхностные мышцы тела, а внутренние органы не получают нужного количества вибраций. Чтобы включиться в этот режим полностью, часто применяют интенсивные регулярные физические нагрузки и упражнения. Но Ниши убежден, что это способно нанести вред не только больному, но и даже здоровому человеку. Второй способ – упражнения, выполняемые с помощью ладоней. Им под силу оживить каждую клетку нашего организма. Через ладони проходят мощные потоки энергии. Если направить ее на определенные участки, то в энергетическом теле произойдут ощутимые вибрации. Благодаря этой методике происходит избавление от застойных процессов в организме. Происходит оздоровление и омолаживание, а застой энергии меняется на нормальное и здоровое движение. В результате начинают активно работать капилляры. Это улучшает питание клеток. По мнению Ниши, они очищаются от отходов жизнедеятельности и наполняются мощной энергией. Пять приемов с ладонями. Что нужно делать, чтобы наполнить клетки тела целительными вибрациями? Первое. Прикоснуться ладонями к лицу. Пальцы разместить на лбу, а ладони на щеках. Нужно почувствовать, как поток энергии, которыми наполнены руки, сосредотачивается в точке между бровями. Мысли при этом становятся яснее и четче. Второе. Руки размещают на шее. Пальцы помещают на задней поверхности шеи, но соединять их между собой не нужно. Важно представить, как энергия проходит через шею и снимает накопленное напряжение. Третье. Руки необходимо расположить на середине груди таким образом, чтобы пальцы рук смыкались в центральной ее точке, а ладони находились по бокам груди. Выполняя упражнения, надо представить, как согревающая энергия проникает внутрь сердца. Появляется всепоглощающая любовь к миру, себе и всему окружающему. По телу разливается тепло, и каждая клеточка наполняется любовью. Четвертое. Ладони помещают на область солнечного сплетения под грудью. Пальцы смыкают по центру. Ощущайте, как из солнечного сплетения начинает распространяться приятное тепло. Оно дарит прилив жизненной энергии. В результате клетки активно восстанавливаются, что приводит к омолаживанию и оздоровлению всего организма. Упражнение помогает снять мышечное напряжение, которое растрачивает весь резерв человеческого организма. Оно препятствует быстрому старению и изнашиванию. Именно расслабленные мышцы, по мнению ниши, помогают нам оставаться молодыми и здоровыми в течение продолжительного времени. При этом мы сохраняем способность ясно мыслить. Пятое. Ладони размещают на животе под пупком. Пальцы соединяют в центре. При этом необходимо максимально расслабиться, направить мысли на тепло в каждый орган. Можно ощущать, выполняя упражнения, приятные покалывания по всему телу. Это дарит организму мощный заряд жизненной энергии. Японский ученый рекомендует выполнять данные упражнения по пять приемов ежедневно, затрачивая на каждый из них 2-3 минуты. В результате можно замедлить бег времени и стареть только по паспорту. Для лучшего результата ниши предлагает подключать дыхательные практики. В древности мудрецы утверждали, что человек, который усовершенствует процесс дыхания, способен самостоятельно исцелиться от всех болезней. Кроме этого, он легко достигнет долголетия. Инженер Кацудзо Ниши именно на этом основал свою популярную методику. Он был уверен на 100%, чтобы оставаться здоровым, нам необходимо грамотно и правильно дышать. В своей книге «Практика дыхания» Ниши доходчиво разъясняет, как дыхание влияет на здоровье. Он рассказывает о дыхательных практиках, которые усовершенствуют дыхание всего за месяц. При этом он обращает внимание на два важных момента. Первый. Как дышит человек. С приходом цивилизации мы разучились это делать. В настоящее время люди дышат без участия диафрагмы. В связи с этим легкие заполняются воздухом только на пятую часть объема. Вместо положенных четырех литров воздуха человек вдыхает четверть литра. Такого объема не хватает для насыщения жизненной силой и для пробуждения энергии внутри тела. Первый. На дефицит воздуха начинает реагировать наша психика. Мы постоянно чувствуем эмоциональную усталость, нарушается умственная деятельность. После этого ухудшается обмен веществ и циркуляция крови. Сердце начинает работать на пределе, испытывая серьезные нагрузки. Казалось бы, такая мелочь, как дыхание, оказывает негативное влияние на состояние здоровья всего организма. Мы начинаем преждевременно стареть. При этом болезни могут появляться молниеносно. В связи с этим Ниши советовал регулярно выполнять дыхательные практики. Ученый однажды рассказал о своем 63-летнем последователе по имени Итиру. Он мог двигаться только с помощью палочки. Итиру настолько ослаб, что отказался от прогулок. Но через один год занятий дыхательными практиками он отправился на прогулку в горы. Изменения были поразительными. Мужчина не только передвигался без помощи трости, но и психологически был здоров, бодр, целеустремлен, а глаза светились радостью и счастьем. Второй важный момент, о котором говорил Ниши, это каким воздухом дышит человек, живым или мертвым. Люди замечают, что в одних местах им дышится легко, а в других тяжело. В начале 20 века проводились исследования, как состав воздуха влияет на человека. Ученые смогли установить, что для живых существ важен не только его химический состав, но и содержание в нем отрицательных ионов. Этими экспериментами занимался Иван Кияницин. Он провел ряд опытов с кроликами и крысами. В клетке с животными пропускали воздух через слой ваты, а от этого они становились слабыми и вялыми. Животные отказывались от еды и пищи, а потом погибали. В воздухе, которым дышали кролики и крысы, преобладали положительно заряженные ионы. Именно таким воздухом, по мнению Ниши, и наполнены современные жилые помещения. В связи с тем, что люди проводят в них много времени, то начинают испытывать аэроионный голод. Это истощает организм человека, ускоряет процесс старения и снижает сопротивляемость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Каждое новое поколение людей, живущих в таких условиях, становится слабее предыдущего. Для сохранения, здоровья важно находиться на свежем воздухе в течение двух часов, нагружая организм физическими упражнениями или работой. Если этого нельзя сделать, то на помощь могут прийти дыхательные практики Ниши. Упражнения способны укрепить защитные силы организма. Освоив их, можно исключить негативное влияние плохого воздуха на здоровье. В результате получится затормозить биологическое старение организма и обмануть свой настоящий возраст. Ниши предупреждал, что ждать мгновенного результата не стоит. Достичь оздоровительного и омолаживающего эффекта можно постепенно, выполняя дыхательные упражнения ежедневно в течение 10-15 минут. Многое зависит от состояния здоровья конкретного человека. В связи с этим кому-то для этого нужен месяц, а кто-то может потратить на это несколько лет. При выполнении дыхательных практик важен позитивный настрой и вера в себя и свой организм, возможности которого намного шире, чем кажется. Чаще всего они проявляются в экстремальных ситуациях. В пример Ниши ставил дряхлую старушку, которая при пожаре вытащила тяжелый сундук со своими самыми ценными вещами. При этом она с трудом передвигалась и ходила с палочкой. Этот сундук позже смогли поднять только четверо спасателей. Ученый рассказал о ребенке, который смог выжить под завалами рухнувшего дома в течение 10 дней, а также о человеке, прыгнувшем через огромную трещину в земле, спасаясь от грозящей ему опасности. Все эти ситуации подтверждают, что внутри любого из нас дремлют уникальные способности, которые нужно разбудить. Сделать это можно с помощью дыхательных упражнений и веры в свои силы. Их нужно выполнять в медленном темпе и только в спокойном эмоциональном состоянии. Занятия лучше отложить на другой день, если человек чувствует себя уставшим или больным. Выполнять дыхательные практики не стоит сразу же после еды или в душном помещении. Если при этом начинает кружиться голова, ощущается стеснение или тяжесть в груди, тревога или беспокойство, то нужно сразу же прекратить занятия. Лучше всего это делать плавно, а потом полностью расслабиться. Для этого можно посидеть или спокойно пройтись. Добиться расслабления можно, похлопывая руками по телу от головы до пяток. Первое упражнение называется «Лодочка». Оно выполняется сидя на стуле, скрепко прижатой к спинке стула спиной. Ноги нужно поставить на пол в удобном положении. Соединяют ладони в виде лодочки и закрывают ими нос и рот. Дышат в течение 10 минут. Выполнять упражнение нужно в течение 10 дней. Второе упражнение – дыхание на счет. Вдыхают через нос и мысленно произносят 1, 2, 3, 4. Затем дыхание задерживают, мысленно считают до 4. Затем медленно выдыхают и считают 1, 2, 3, 4. Упражнения выполняют 6 раз и повторяют ежедневно в течение месяца. Это оживляет каждую клетку, наполняет их жизненной энергией и укрепляет здоровье. Друзья, хотим вам напомнить, мы очень ценим ваше мнение. Поделитесь в комментариях, что вы думаете о методиках кацудзу-ниши. Ну а мы желаем вам крепкого здоровья и долголетия.